На Ринмар присоединился к акции «Ночь в музее». Сегодня хранилища истории будут работать в ночном режиме. Тема «Бессонница-2016» музей объединяет и посвящена она году единства в Ненинском округе и году российского кино. На 18 часов в свои двери распахнули Ненинский краеведческий и Пустозерский музеи. Там работала наш корреспондент Валентина Чибичеке. Ей слово. Мы находимся на одной из площадок масштабной всероссийской акции Пустозерского музея-заповедники. Культурная бессонная ночь музейная начинается в 18 часов и мы можем видеть, как люди уже подходят. Здесь подошли школьники, подходили семьи с детьми. В этом году программа «Ночи музеев» очень насыщенная и рассчитана прямо до полуночи. Она будет проходить как на улице, во дворе зданий, во дворе музея, так и внутри помещения. В программе в этом году аж 25 различных мероприятий. Специально к этому празднику гости придумали специальный лозунг. Он звучит так «Пустозерск зовет быть первым». Этот лозунг не случайный, поскольку Пустозерск – первый город в Арктике, в Заполярье, благодаря которому началось освоение Крайнего Севера и добыча полезных ископаемых. Вот сейчас буквально с минуты на минуту начнется, стартует автобусная экспедиция, не автобусная, а велоэкспедиция. Автобусная уже прошла. И о том, какие впечатления у участников и организаторов, мы узнаем у директора Пустозерского музея-заповедника Ольги Елены, извините, Елена Геннадьевна Меньшаковой. Здравствуйте. 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 Сегодня у нас замечательный день. Сегодня мы всех приглашаем на международную акцию, поучаствовать в ней. Называется она «Ночь музеев». Проходит уже не в первый раз. Пустозерский музей всегда является активным ее участником. Мы приглашаем посетить все наши мероприятия. Они начинаются буквально вот. Официальное начало будет вот-вот-вот сейчас. Действительно насыщенная программа. Действительно впервые мы очень многое пробуем в этом году. Впервые мы пробуем велосипедные экскурсии. Впервые мы пользуем головные микрофоны. Впервые мы сегодня будем показывать на широком экране на улице фильмы о Пустозерске. Будет показ шоу онлайн, песочного шоу. Будут интересные мастер-классы. Можно будет сфотографироваться в исторических костюмах, пострелять из лука, поучаствовать в сельском многоборье, поиграть в детские народные игры. Забав множество. Мы вас приглашаем всех на Пустозерскую ярмарку в наш музейный городок. Приходите, пожалуйста, приобщайтесь к музеям. Очень рады вас видеть. Елена Геннадьевна, не боитесь, что сегодня погода, такое пасмурное небо, вот те мероприятия, которые на улице проходят, они состоятся? Ну, вы знаете, мы готовы были ко всему. В прошлом году, конечно, не имея таких больших экспозиционных площадей, как Рыведческий музей, мы все время ютимся в наших маленьких комнатках. Это всегда плохо, поэтому мы ходим на улицу. Да, боимся, да, может быть дождь, да, это может отпугнуть наших посетителей. Хотя вот участники квеста сейчас только что вернулись, одна из групп со своего похода по поиску мест Пустозерска в Наринмаре. Да, мы боимся, но тем не менее шоу кусочное и показ фильмов мы все равно будем показывать. Все равно те мероприятия, которые запланированы, состоятся, я имею в виду то, что запланировано в самом музее. Но мы надеемся, что нам все будет благоволеть. И сегодня в кои веки тепло в Наринмаре, 18 градусов, самый теплый день. Мы надеемся, что все-таки все будет хорошо и все сложится. Спасибо. И вот перед самым отъездом расскажите немножко об этой велосипедной экскурсии. Где будете ездить, кто будет ездить на велосипедах? Вы знаете, мы даже не ожидали, что настолько востребован будет этот вид экскурсионных, вот экскурсионные. Дело в том, что как-то приобрели велосипеды, да, но всегда с организацией какой-то экскурсии связаны определенные проблемы. У нас нет в городе выделенных велосипедных дорожек, это минус. Есть определенные проблемы с объектами показа. Но мы поедем искать в Наринмаре следы Пустозерска. Это точно так же, как мы ездили с автобусной экскурсией, но по велосипедному маршруту. Я думаю, что если сегодня этот опыт будет удачным, а я очень надеюсь на то, что это сложится все, и мы получим положительные отклики, мы ведем это в практику. И предварительная раздача билетов показала, что это крайне востребовано. У нас буквально в начале этой недели уже все билеты были розданы на обе экскурсии. И сегодня, и вчера, и позавчера люди звонили, вот мы со своими велосипедами готовы присоединиться, возьмете ли вы. Мы пока ограничиваем, потому что количество головных микрофонов мы хотим опробовать и сделать так, чтобы это было хорошо. И группа больше 10 человек, все-таки это не очень удобная группа для экскурсии. А они как будут перемещаться по дороге, это небезопасно или по тротуарам? Мы соблюдаем правила дорожного движения, мы в соответствии со всеми требованиями движемся в один ряд, по правой стороне. Если мы переходим на пешеходные дорожки, значит мы движемся не мешая движению пешеходов, спешиваемся, если мы переходим вместе с велосипедом через пешеходный переход. Но мы стараемся выбирать такой маршрут, чтобы никому не мешать и минимальный выезд на проезжую часть. То есть безопасность наших экскурсантов, она прежде всего. Да, это пока еще в отработке, но мы надеемся, что это все будет хорошо. Спасибо, Елена Геннадьевна, желаем вам хорошей, интересной и насыщенной экскурсии. Мы находимся в Краевеческом музее. Программа «Ночи музеев» также очень насыщенная. Мероприятия будут проходить на всех трех этажах, и поэтому каждый человек найдет для себя что-то интересное. О том, кто и как готовил программу, нам расскажет директор Краевеческого музея Иван Васильевич Хозяинов. Иван Васильевич, здравствуйте, с праздником вас. Расскажите, как у вас готовилась ночь музея, все-таки мероприятие очень масштабное. Да, действительно, это мероприятие масштабное, и на сегодняшний день оно вошло в традицию уже в праздники города Наринмара. Наринмарсам она, в принципе, понравилась изначально, когда Нинский Краевеческий музей присоединился к этой всемирной акции. В общем, акция эта приурочена к Международному дню музеев, который празднуется еще с 1977 года. Поэтому следующий год у этого праздника юбилей, небольшой юбилей. В этом году темой этой акции мы обозначили два момента. Это год российского кино, провозглашенный президентом Российской Федерации, 2016 год. И год народного единства, провозглашенный губернатором Министерского автономного округа. И, соответственно, все площадки, интерактивные занятия, они отвечают этой теме, двум этим направлениям. Здесь, в АЕ, прямо мы создаем коллективный рисунок, скажем так, возьмемся за руки друзья, для того, чтобы люди поняли, что они все разные по национальностям, но, тем не менее, равны в своих правах, условиях проживания, проживая на одной территории. Округ, регион наш, немногочисленный, но, тем не менее, по количеству национальностей он бьет определенные рекорды. Вот. И у нас здесь задействованы на всех трех этажах площадки, специально подготовленные. Люди, приходящие, получают своеобразный маршрутный лист, по которому они продвигаются по всей площади, по всей территории музея. Сейчас вот прошло 15 минут буквально, и мы видим, что большинство детей присутствует, да? Наверное, здесь что-то интересное для детей, раз они идут даже без родителей. Да, тут возможность здесь порисовать, посмотреть, без родителей, поиграть, да, вот на первом этаже это игры. Вот. После девяти ожидаем наплыв молодых людей. Сегодня пятница, завтра выходной. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз приглашаю всех в музей. Большое спасибо. Иван Васильевич, а вот что посетитель и гость музея может сегодня увидеть необычного, но что он не увидит в обычный будний день. Вот что сегодня эксклюзивное может предложить музей? У нас будет несколько сюрпризов. Ну, в принципе, каждая площадка рассказывает о чем-то. Она не просто игровая, она, разумеется, познавательная. Ну, и сегодня у нас есть такое интерактивное занятие, как перематывание кинопленок. Поэтому, вот. Курс юного киномеханика на старом проекторе Украина. И со старыми пленками? Со старыми пленками, да.